Всем привет! Сегодня я хотела бы вам рассказать про образование терминов, диагнозов, связанных с воспалением. Воспаление по-польски будет запаление. И такие термины, диагнозы, как, например, нефрит, мы берем с латинского языка. Поляки имеют на все эти варианты латинских терминов свои польские названия. Старшие коллеги могут знать тоже вариант в латинском языке, но большие коллеги могут не все эти слова знать, поэтому стоит выучить тоже их на польском. Запаление плюс используется название органов доповнячу. Доповняч — это родительный падеж или родовый ведминок. Вспомогательные слова к этому немам не люби, то есть у меня нет, я не люблю, кого чего. И тут я сделала вам такую табличку с окончаниями в доповнячу в единственном числе. Окончание зависит от того, какой это род. Есть родзайменский, мужской, родзайженский, женский и родзайнияки, средний род. Мужской тоже делится на животные и неживотные, то есть живой и неживой. Легко запомнить, потому что тут окончания а здесь, а здесь, а здесь, и только в женском будут другие окончания. Но есть еще исключения в мужском неживом, когда в некоторых случаях есть окончание у. Это дни недели, транспорт, жидкость, абстрактные понятия. Например, не кохом хлопака, хлопок это он живой, немом кота, кот это он живой, поэтому тут окончание а. Неживотный, не люби понеделку, это из исключения дни недели, поэтому окончание у. Немом компьютера, нету этого слова в этих категориях, поэтому окончание а. Женский род, не люби кобеты, окончание и, нема дроги, после этой буквы здесь будет и, дрога, она, дроги. И средний род, окончание а, пиво, оно, не люби пиво. И дальше я вам написала примеры диагноза воспалительных. Возвращаясь к табличке, ищем он неживой, окончание а, потому что наших органов тут нет, в этих категориях, поэтому будет пенхежа. Запаление цевки мочовой, уретрит. Цевка мочова, она. Возвращаемся сюда и смотрим, что после буквы к будет окончание и, поэтому цевки. Запаление ощерджа, перегордит. Запаление вщерджа, эндокардит. Ощерджи, вщерджи, оно. Поэтому окончание будет а. Ощерджа, вщерджи. Запаление меншня сердцовего, меншень сердцовый, он. Поэтому будет меншня сердцовего. И дальше вы можете в следующих словах сами себе подставить и проверить окончание. Запаление опон мозгов родзенёвых, менингит. Я вам не писала, не делала таблички во множественном числе, потому что это очень много информации. О таких терминов есть всего лишь несколько. Опона – это она, женский род. Во множественном числе будет опоны. И в дополнячу у таких слов женского рода нулевое окончание, то есть опон. Нету опон. И какие они бывают? Опона тварда, опона паянча паянченовка, опона менька. Плун мозгово-рдзенёвый в сокращении ПМР. И вы такое сокращение будете видеть в документации. Запаление мозгу. Мозг, рдзень крюнговый. Запаление уха środкового. Средний адид ухо-щердковое. Запаление заток приносовых. И тут тоже затока она. Во множественном числе затоки. И дополнячь нету чего. Заток. Нулевое окончание. Запаление гардла. Гардло. Запаление спойовек. Спойовки. Запаление пулц. Плуца, пулцу. Запаление оплукной. Оплукно. Запаление оскрели. Оскрела. Дрежа оскрелевые. Запаление оскреликов. Оскрелики. Запаление кртањ. Запаление жоћдка. Жоћдек. Запаление панхерzyka жућчowego. Панхерзык жућчовый. Запаление отрзебной. Отрзебна. Запаление трзустки. Тзустка. Запаление вонтроба. Запаление выростка робачкового. Выросток робачковый. Запаление елита грубого. Елита грубая. То есть вам надо выучить, что окончание в родительном падеже, западание плюс, и остается доучить название этих органов. И с этого видеоурока вы уже будете знать 23 диагноза на польском языке.